История появления факт-карт, она интересная такая. Это было связано с моей работой и с необходимостью удерживать в голове просто невероятное количество проектов. Я тогда работал на телевидении, у нас в производстве было всегда порядка полусотни проектов. Соответственно, это люди, это технологии, это финансы, это слухи, скандалы, расследования. И я в какой-то момент понял, что у меня просто эти люди, они все в голове разговаривают, и мне нужно что-то с этим сделать. И я просто сел и стал систематически выписывать всех людей, которые у меня болтаются в голове. Разговаривают и так далее. Я просто писал их на отдельные стикеры. И у меня получился такой вал стикеров, и я почувствовал облегчение. Вот просто реально у меня как-то мозг слегка разгрузился. Я вдруг увидел свою внутреннюю стаю, хотя тогда я еще этим термином не пользовался. Потом я посмотрел, что эта стая раскладывается на определенные группы, и там есть определенные специфические отношения в этой стае. И тут я вспомнил, как я еще, когда я писал первую монографию, как я пытался структурировать набор разных знаний, которые мне были важны для того, чтобы схватить полностью то, что я думал. И при наложении одного на другого я вдруг обнаружил, что это практически одна и та же история. То есть выяснилось, что у меня мозг делает одну и ту же задачу. И дальше, собственно говоря, оставалось только понять, как это происходит. И на помощь пришел Робин Донбар со своей теорией числа Донбара. На помощь пришла темная материя. Это так называлась статья Рейчела, в которой он впервые описал бессознательность нашего мышления. И тут же вспомнился Пуанкаре с его открытиями и так далее. И так один за другим я увидел, как этот эмпирически найденный мной опыт сборки интеллектуальных объектов раскладывается на механику мозга. И последующие исследования того, как соответствующие процессы работают в мозгу, как социальные процессы соответствующие работают, социальная физика, как ее называет Алекс Петлиот. Они позволили уже сформировать инструментарий, которому можно обучать других людей. Продолжение следует...